Здравствуйте, уважаемые шашисты! Видеокнига 25 ошибок новичка в шашках. Первая ошибка это занятие без тренера. Друзья, вообще для чего нужен тренер? Он нужен для разработки и проведения тренировочного процесса, а также подготовки к соревнованиям. Также тренер нужен для работы над ошибками своего ученика, то есть вначале все новички делают примерно одинаковые ошибки. Тренер работает над этими ошибками и постепенно уже каждый ученик делает какие-то свои специфические, свойственные только ему ошибки. Ну и также работа продолжается. Грубо говоря, чем сильнее становится игрок, тем меньше ошибок он совершает. Третье это психологическая подготовка. Ну, безусловно, после поражения на соревнованиях особенно ученика надо поддержать. Тренер именно для этого и нужен. То есть где-то поддержать после поражения, где-то подбодрить. То есть нужна только победа. Бывают такие случаи на соревнованиях, когда, ну, грубо говоря, вас устраивает только победа. Ничья вас не устраивает. Именно в эти моменты тренер и должен поддержать своего ученика. И четвертое это организаторская деятельность. То есть это составление календарного плана соревнований на год и ведение ученика на турнире. Ну, это на самом деле, вот этот пункт включает много процессов. То есть это и надо следить за календарем соревнований, надо покупать билеты, надо следить за учеником во время проезда на соревнованиях, во время участия на соревнованиях, чтобы ученик соблюдал спортивный режим. Ну, от ученика уже требуется, чтобы он, естественно, слушался своего тренера, уважал его, соблюдал дисциплину и так далее. Можно ли заниматься без тренера? В принципе, в принципе, да, можно заниматься. Но, друзья, занятия без тренера можно сравнить с бегом, ходьбой и ездой на велосипеде. Допустим, вам надо проехать 20 километров. Пешком, допустим, вы пройдете за 4 часа, бегом вы пробежите за 2 часа, а на велосипеде вы пройдете за час. Вот занятия с тренером и с шашечными программами – это езда на велосипеде. Вы достигнете уровня от новичка до кандидата в мастера. Кандидат в мастера – это уже, можно сказать, профессионал, это уже эксперт в области шашек. Вы достигнете этого уровня примерно за год. Если вы будете заниматься без тренера или без шашечной программы, этот процесс займет более длительный сок. Если вы будете заниматься вообще без тренера и без шашечных программ, то, извините, вы можете и не достигнуть даже уровня кандидата в мастера. Или достигнуть его, скажем, лет через 5. То есть, сами понимаете. В принципе, можно заниматься без тренера. Один подписчик написал мне из Азербайджана, что у него, ну нет у него тренера поблизости. Вообще в Азербайджане мало играет в шашки, но в русские шашки, но ему игра нравится. Что можно посоветовать на этот случай? Ну, во-первых, читать шашечную литературу. То есть, это различные шашечные книги, журналы и так далее. Второе, это играть на соревнованиях, на любых вообще соревнованиях, каких только возможно, желательно участвовать в соревнованиях. То есть, как раз участие в соревнованиях поднимает уровень вашей игры довольно-таки значительно. Третье, это играть в интернете. То есть, есть различные сайты, Gambler, Lidrats и PlayOak. Так, в принципе, вот этих трех сайтов достаточно для того, чтобы ежедневно, еженедельно повышать свой уровень игры. Чем больше вы играете, тем лучше, тем больше опыта у вас будет, тем больше опыта будет у вас в шашках. Четвертое, это обязательно разбирать свои партии. И не просто разбирать, а желательно сперва разобрать, так сказать, своей головой, а затем уже разобрать с помощью шашечной программы. То есть, вы, во-первых, дополнительно трудитесь, уже не находясь за доской, то есть, не испытывая, так скажем, психологического дискомфорта. То есть, во время партии все равно над вами висит домоклов меч, это то есть время. А вы можете сидеть дома, расслабившись, попивая чаек, кофе и так далее, ну и спокойно разбирать свои партии, во-первых. А во-вторых, с помощью уже программы затем, так скажем, искать наилучшие варианты, которые вы не смогли увидеть и после партии своей головой. То есть, это будет максимальная польза от партий, которые вы сыграли, в том числе и в интернете. Ну и последнее, что можно посоветовать, это смотреть видео уроки на ютубе. Сейчас есть много шашечных каналов. Это канал «Все о шашках», «Шашки для всех», канал «Отец в жаре», канал «Шашки с Олегом», ну «Дротс», «Д», ну очень много шашечных каналов. В принципе, можете любой смотреть и, в принципе, какой вам понравится, такой уже и смотрите, как говорится, повышайте уровень своей игры. Так, как выбрать тренера? Если у вас есть возможность выбрать из нескольких тренеров, то вы должны поставить перед собой, как бы, такую планочку, которой должен соответствовать тренер. Во-первых, тренер должен обладать необходимым уровнем мастерства, причем мастерства именно в практической игре. То есть, это должен быть уровень, как минимум, кандидат-мастера, а лучше это мастер или гроссмейстер. Второе, тренер должен обладать педагогическим талантом. То есть, ну, грубо говоря, кто-то может обучать людей, а кто-то нет. Кто-то может только сам играть, но обучать, так скажем, не умеет или не хочет. Ну, и кроме того, тренер должен видеть, то есть, кто перед ним. Есть два типа учеников. То есть, одни ученики, это был даже эксперимент, поставлен учеными. То есть, на одних учеников следует где-то даже повысить голос, возможно, даже прикрикнуть. И они лучше понимают. Второй вид учеников, они, наоборот, любят, чтобы им спокойно объясняли. То есть, если вы будете первым, первому виду учеников объяснять спокойно, они, скорее всего, вас не послушают. И, наоборот, если вы, на вторых, будете кричать, то, как говорится, они просто падают в ступор и ничего не получится из тренировочного процесса. Ну, вот, друзья, это есть, на самом деле, два вида учеников. Грубо говоря, агрессивные и тихие. Вот надо видеть, кто перед тобой. То есть, тренер должен быть и психологом отменным. Кроме того, конечно, тренер должен быть наставником. То есть, не только в игре, но и в жизни. Я занимался со своим тренером, Александром Ивановичем Николаевым. Мы ездили, ну, дай бог не соврать, 7 или 8 соревнований. Вы знаете, я многому у него научился. Ну, и потом уже, скорее, сперва он за мной присматривал, потом где-то я уже за ним присматривал. То есть, ученик уже потом может даже сам тренеру помогать. Ну, вот так вот, как говорится. Ну, и последний пункт на сегодня. Как заниматься с тренером? Во-первых, надо внимательно изучать все то, что дает тренер. Внимательно исправлять свои ошибки, на которые указывает тренер. Ну, вообще, выполнять все, что скажет тренер. Ну, конечно, надо тоже смотреть там, грубо говоря, чтобы он, как говорится, занимался именно педагогической деятельностью, а не чем-то там, не знаю, непотребным, грубо говоря. Естественно. Второе, это соблюдать дисциплину. То есть, во время соревнований соблюдать спортивный режим. Во время проезда на соревнования. То есть, не выпивать. Вести себя адекватно, так скажем. То есть, у меня, друзья, был случай. Вот на сплаве хочется привести. Мы пошли на сплав, и у нас был руководитель группы. И получился такой момент, что во время движения по реке на катамаране перед нами появилась так называемая расческа. То есть, это ствол дерева, поваленный поперек реки. И сквозь него очень тяжело пройти, потому что вешают ветви, и можно получить травмы. И, друзья, один из людей в группе, он запаниковал. То есть, он опытный сплавщик, около 20 или 25 лет сплавлялся, он запаниковал. Он сказал, что надо поворачивать как-то, уходить в другое русло. Там было два русла реки. Но руководитель группы сказал, что надо идти прямо. И вот, друзья, представьте картину. Около минуты они как бы начинают ссориться между собой. Ни один, ни другой друг друга не слушают. Я уже не выдержал и сказал, что послушайте руководителя группы, он отвечает за нас. То есть, все-таки, друзья, тренер, особенно во время соревнований, отвечает за ваше, так скажем, здоровье. Даже иногда за вашу жизнь. Поэтому будьте добры выполнять его требования. Потом, после соревнований, вы можете высказывать какие-то свои претензии, но только после проведения соревнований. Во время соревнований никаких претензий высказывать не надо. Надо слушать своего тренера. Ну вот, друзья, мы послушали также руководителя группы и спокойно прошли под расческой. Никто не получил никаких травм. Вот. То есть, мои слова, они полностью верны. Ну и последнее, что хочется отметить, это, конечно, надо уважать своего тренера. Если вы занимаетесь с тренером и, грубо говоря, уже переросли его, или, так скажем, уже выше уровня мастерства, вы, чем тренер, или вы по каким-то причинам его не уважаете, то есть, в чем-то не согласны с ним сильно, то есть, ну, скорее всего, уже следует прекратить ваше сотрудничество и переходить к другому тренеру. Причем я бы рекомендовал заниматься с тренером не только новичкам, но и уже опытным спортсменам. То есть, даже, ну, сейчас это называется уже не тренер, а секундант, так скажем. То есть, помощник, человек, который может что-то подсказать во время соревнований, сказать где-то, что надо, так скажем, спокойнее играть, или, наоборот, где-то рисковать. Друзья, общий вывод, конечно, если у вас есть возможность, обязательно занимайтесь с тренером. Если такой возможности нет, ну, конечно, грустно, но что поделаешь. На этом сегодня все. До свидания.